Всем привет. Прошу занять свои места и начнем, продолжим вечер сегодняшний. Вот еще ребята потягиваются. Что-что? Не, нормально, нормально. Да, ребят, в общем, давайте начнем. Я микрофон на самом деле не люблю держать. Если будут какие-то вниз-вверх, пожалуйста, не ужасайтесь. Постараюсь громко говорить, чтобы всем было комфортно. В общем, к сожалению, я думал, что буду первым выступать, потому что у меня темы более такие обширные, с них проще начинать. Вот у ребят была сумасшедшая приятная лекция и надеюсь, что вам наш рассказ поможет также развиваться, как дизайнер. В общем, меня зовут Виталик. Я представляю компанию RaidMate и Product&Guide. В том и в том я совладелец в одном руководителе, в одном chief designer. Я здесь написал неспроста о том, что люблю решать проблемы пользователя. Мне в последнее время это удается очень эффективное дело, как мне кажется, как клиенты говорят. Ну, в общем, это интересная сфера. И давайте начнем с самых азов, что вообще происходит, о том, кто такой дизайнер. Но прежде я пропустил момент, мне говорили, что есть ребята, которые занимаются фронтендом, есть ребята, которые занимаются дизайном, кто-то занимается на хорошем уровне, кто-то, не знаю, честно. Поэтому давайте вот как-то попробуем сказать, если мы быстренько пробежимся о том, кто такой дизайнер, какие дизайнеры бывают, что вообще происходит. Это будет вам в тему, это будет ли интересно? Есть, да? Контакт один есть. Хорошо, поехали. Первое. Что происходит в быту? В быту самая типичная тема. Это дизайнер, это тот человек, который делает красиво. Как правило, там какие-то старые CorelDRAW стоят, что-то человек может какую-то визитку запилить, баннерок придумать, и на этом все приходит. Ты же дизайнер, ну вот ты можешь делать красиво. Есть определенная тема, это дизайнеры сайтов. Давайте так, я начну. Вот эра индустрии дизайна, она на самом деле развивается, потому что я в нее вошел где-то в 2004 году, когда еще в самом главном на сайте нужно было сделать красивый техдизайн, то есть красивую картинку, а то зачем это и куда, это как бы никого это не парило, никому это не нужно было. Есть люди, которые просто дизайнят сайты. Есть дизайнеры логотипов. Это люди, которые придумывают знак и решают какую-то вот задачу. Нужно сделать интересно, нужно, чтобы был какой-то инсайт, и нужно, чтобы это работало в жизни. Есть дизайнеры интерфейсов. Не будем вдаваться в детали и UX, и что-то еще. Просто человек, который думает, как будет работать система. Есть иллюстраторы. Люди, которые рисуют красивые картинки. Думают так, чтобы они также покрывали какой-то инсайт. Кто-то сидел, что-то происходило, создавал атмосферу. Одна из самых главных задач здесь это создать эмоцию. То, что там по смыслу может что-то не подходить, в этом вообще не суть. Здесь главная эмоция. Есть моушен-дизайнеры и люди, которых главная задача сделать так, чтобы это было заанимировано, красиво, и опять же таки создавало эмоцию. Есть еще в нашей сфере художники, есть другие специалисты. Есть 3D-шники и так далее и тому подобное. То есть каждый в своей сфере выбирает то, что ему по душе, то, что ему интересно и с чем ему хочется работать. Кто такой продукт-дизайнер? Поехали. Первое. Это T-shape человек. Это понятие на самом деле, ну как бы, не знаю, сколько лет он популярно, либо не популярно, но что важно понимать. Продукт-дизайнер – это разносторонняя личность. То есть если мы здесь говорили о том, что ваша задача нарисовать просто красивую картинку, и клиент к вам пришел, арт-директор к вам пришел и попросил, сделай вот такую иллюстрацию, то здесь в продукт-дизайне вы этим просто не отделаетесь, потому что есть очень много граней, с которыми нужно работать. И фишка этой модели в том, что есть какие-то главные знания предметной области, в которых вы разбираетесь. К примеру, вы дизайнер интерфейса, или вы просто UX-дизайнер. И есть другие знания, которые вы накладываете для того, чтобы быть экспертом в той индустрии, либо в той области, в которой вы развиваетесь и работаете. Итак, продукт-дизайнер. Самое главное тезисные вещи. Он решает проблемы пользователей. То есть он думает не о том, чтобы это была кнопка, была зеленая, либо красная. То есть вообще можно наплевать на это. Самое главное, чтобы это решало проблему, которую человек пришел решить через этот инструмент. Все люди, которые заходят на сайт. Вот даже вы зайдете, я зайду сейчас в Facebook, я решаю одну проблему. Мне не хватает эмоций, не хватает настроения, я зайду в Facebook. Что Facebook нужно для того, чтобы было настроение? Правильно, постоянно именять ленту, подкидывать вам много котиков, фоток, видосиков и всего другого. Продукт-дизайнер решает проблему. В каждом продукте они разные. В каждом продукте они могут быть простые, сложные, но об этом человек постоянно думает. Вторая штука. Это человек, который заботится о продукте и его развитии. Здесь есть очень много граней. В зависимости от того, большой продукт, маленький, какая команда и так далее. Но на этой должности человек должен думать не просто о том, чтобы что-то нарисовать и отдать наверстку, а сделать так, чтобы это работало на выходе и об этом побеспокоиться. И третий важный тезисный момент – это понимание, как работает бизнес и влияние вообще на деньги, которые есть в бизнесе. То есть на уровне продукт-дизайнера вы, когда придумали какую-то кнопочку, вы должны прямо отдавать себе отчет, что это влияет на бизнес. К примеру, 5 лет назад, может 7 лет назад, кнопочка «купить в один клик» никакого e-commerce магазина Украины не было. Потом кто-то придумал, ее поставили, обороты на этом фоне выросли в энное количество раз. Таких мелких фич в зависимости от типа проекта, типа продукта, типа сферы могут быть сотни, просто сотни, и человек с этим работает. Итак, дальше… Ой, кто-то мышку мою забрал. Я теперь не могу… О, спасибо за помощь. У меня не работает презентация. В общем, три главных тезиса, да? Вот мы решаем проблемы, мы думаем о бизнесе, и у нас есть какая-то зона ответственности. Супер. Что… Вот мы говорили о T-shape, что нужно… Давайте так. Возьмем, что вы научились инструментам, вы научились мыслить, ну скажем так, вы мыслите уже, вы думаете о том, что вообще происходит, вы умеете решать задачи на уровне там middle, senior, не знаю, может, lead и так далее. Для того, чтобы выйти в зону продукт-дизайна, есть ряд областей, я о них сейчас расскажу, несколько самых ключевых, в которых нужно разбираться, в которых вам должно быть интересно развиваться. Потому что если вам, к примеру, не будет интересно разбираться в бизнесе клиента, в продукт-дизайне, ну как бы вы не будете экспертом, вы не будете толковым специалистом. Первая штука. Бизнес-модель. У дизайнера должно быть четкое понимание, как зарабатывает бизнес. Если он не понимает, какая бизнес-модель, на чем берутся, как берутся эти деньги и как они выкладываются, вы не придумаете толковое решение. Есть. Понимать, как работают деньги. Вторая тема. Это пользователи. Тут самый главный момент. Вы должны понимать, зачем люди вообще заходят на ваш сайт. Какую проблему они решают, чего они вообще хотят. То есть без понимания того, кто эти люди, вы не сможете разобраться с тем, какое решение придумать и как решить ту проблему, с которой люди приходят. У ребят, кстати, в предыдущей презентации была очень классная схема. Я забыл, там три пункта у вас было очень классных дизайна. Да, 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 три пункта. Вот это очень классный слайд, честно. Я бы вот, если он где-то будет, ребята, кому интересно, обратите на это внимание, потому что это очень сильно связано, очень интересный материал. Третья тема. Это маркетинг. Так, без понимания, кто эти люди и чем они живут, вы не найдете толковое решение и не поработаете с инсайтами. То есть вам нужно быть пытливым, нужно об этом задумываться и нужно в этом разбираться. Давайте так, кому уже не интересно в маркетинг лазить или пока еще… Окей, ребят, поехали дальше. Гипотезы и тестирование. Это та вещь, которую важно наследовать в каждом продукте при работе с ним. Это постоянные гипотезы, это постоянное тестирование, это постоянное улучшение. Вы можете пилить месяц-два какую-то фичу, ее выкатить, протестить и понять, что она вообще никому не нужна. Либо у вас вообще какой-то может быть там пивот случится, и вы из этого построите отдельный бизнес. То есть это один из важных критериев, который нужно наследовать. И следующий пункт – это коммуникация в команде. О боже, я вас хочу еще хвалить. Вы затрагивали тему soft skill-off. Вот это безумно важно. Вот просто как важно в работе дизайнера, если мы говорим… Давайте так, если мы вспомним слайд с иллюстрациями, помните, к вам пришел человек и говорит, ну давай иллюстражку нарисуем. Вы нарисовали, забили, как бы потом еще сотню иллюстражек нарисовать. Если вы работаете над продуктом, если вы работаете над каким-то решением, вам постоянно нужно проводить общение с разными людьми. Вам в обязательном порядке нужно работать над своими слов-скилами. Вам должно быть это интересно. Потому что если вам не будет это интересно, вам будет просто сложно. И другая тема – это даже не другая. Стоп, не приключайте. Аналитика. Это последний пункт из того, вот если взять T-Shape дизайнер, какие сферы он должен охватить для себя. Он должен научиться с ней работать. Он должен научиться делать какие-то выводы. Он должен научиться тестировать. И может там не целый день и все время этим заниматься. Возможно, есть бизнес-аналитик, возможно, еще другой-то эксперт. Но вы в этой сфере должны разобраться. Ребят, я очень быстро проскочил. Просто не знаю, что у нас в один из них закончилась встреча. Есть ли у кого-то вопросы касательно вот этих материалов? Мы можем в свободной форме обсудить, потому что мне хочется построить какой-то диалог. То есть если какие-то вопросы, можете по ходу поднимать руку. Можем разобрать. Есть, да. Продукт-дизайнер. Продукт-дизайнер – это тот человек, который вышел с дизайна. То есть у него есть экспертиза, он уже может быстро прикидывать решение, он уже может отвечать за продукт, он уже может нести какую-то ответственность и придумать, как это решение в продукте будет генерировать деньги бизнесу. То есть это человек, который вышел с дизайна. То есть это, по сути, если нет, то это будет как просто продукт-оунер, даже не PM. PM – это вообще отдельная история. То есть тут уже будет просто как продукт-оунер. Вот. Хорошо. Давайте для разминки, чтобы у всех было четкое понимание, вот есть там иллюстратор, есть дизайнер сайта, есть дизайнер интерфейса. Есть несколько задачек. Давайте их попробуем, разберем вместе и подумаем, как бы прошел типичный дизайнер над решением этой задачи, как пойдет продуктовый дизайнер, о чем он будет задумываться в рамках решения. Есть сервис, что это, аутерия, о да. Вот. Типичный дизайнер. Что он будет делать? Он первым делом сделает фон серый и будет делать белым блоком эти элементы. Он посмотрит, что здесь очень много хаоса, нужно приглушить акценты. Вот это сделаем все сереньким, подровняем чуть-чуть и пиксели меньше, больше, вниз, вверх. Знаете, что он еще сделает? Вот этот блок убьет. Он скажет, смотрите, продажа легкового авто, Lada. Не надо вот это слово. Убираем, пишем просто Lada, Volkswagen, Mercedes и так далее. Это взгляд типичного дизайнера на то, что происходит. Он скажет, здесь очень много хаоса, здесь нужно найти порядок, поставить акценты, тональность вообще не та и как-то непонятно, как это все работает. Но человек, который думает и выступает в роли продукт-дизайна, он задумывается немножко о других вещах. И, к примеру, он знает, почему эти ссылочки сделали так. Потому что это, к примеру, работает по SEO. Сама формулировка и когда сделали вот такие анкоры, это влияет на позиции и ранжирование поисковой системы. То есть человек, простой дизайнер, об этом не задумывается. Человек, который работает в бизнесе и беспокоится о продукте, он будет знать эти моменты и он будет понимать, как они работают. То же самое касается каждой из этих view. То есть ребята, когда работают с тестированием, они понимают, почему этот блок стоит на одном месте, а почему на другом. Почему нужно вот эту рубрику показать здесь, почему здесь такой-то баннер. То есть человека мышление немножко, ну не то чтобы прогрессивнее, немножко на другом уровне. То есть он задумается о таких вещах. Вот. Вторая тема. Это marketplace ads и handmade, если не ошибаюсь. Вот давайте вопрос. Вопрос. Он очень классный. Делали такой сервис. Дизайнер предложил сделать… Я люблю это просто пример. Может кто-то слышал где-то. В общем, делали такую же самую штуку. Дизайнер первым делом предложил, давайте сделаем рейтинг. Рейтинг на сервисе Etsy, сервис хендмейдеров, один из самых популярных в мире. Вопрос. Что здесь не так? Что не так в этом предложении? Почему его отбросили, либо не отбросили, сделали? Еще раз. Дизайнер предложил сделать рейтинг на сервисе Etsy. Кто что думает? Хендмейд – это уникальная штучная вещь, а рейтинг – это характеристика массового продукта. Окей. Один из вариантов. Типа много звездочек многими пользователями, значит это не стрим. Один из вариантов. Один из вариантов. У кого еще есть идеи? То есть это влияет, частично влияет. Ну я бы еще сказал, что для того, чтобы рейтинг этот собрать, и как-то он приносил реальный какой-то value за счет количества, его нужно правильным способом собирать, и чтобы юзеры были заенгейджены для этого, что ли. И у них была какая-то мотивация оставлять вот эти рейтинги, оставлять отзывы, и тем самым может поднимать или опускать эти продукты, в том числе и в поисковой выдаче. Да, один из моментов. Это очень важно. Да. Я думаю, что плохая идея, потому что сработает как, не знаю, любой Amazon возьмем, да, то есть выдача, образно говоря, SEO, оно влияет на все, на рейтинг. Рейтинг повлияет в выдаче какого-то там, не знаю, сумка, хендмейт, и продажи будут всегда падать одному и тому же человеку. Бинго. Тем самым вот люди, которые только заходят туда, они не будут иметь шансы на какие-то продажи, и вот это беда. Абсолютно верно. Это один из, скажем так, это один из главных пунктов. Есть еще дополняющее, то, что ребята сказали, но это один из таких бейс-моментов, когда вы создаете в таких продуктах рейтинг, вы просто убиваете, вы выделяете 10 продавцов, там неважно, 10 товаров, либо 20 товаров, либо 50, все остальные просто теряются. Вот все, они не продаются. Они вот, все, у них нет продаж. Вот. Хорошо. Давайте дальше. У меня кто-то забрал опять мышку. Есть. Новая почта. Опять же таки, тот же пример, что простой дизайнер зайдет сюда, посмотрит и скажет, что что-то вообще куда сфокусировать внимание. Ну как-то первое, что бросается в глаза, это вход. Второе, вот у меня лично, вот этот знак и вот это денежные переводы. Потом какие-то вот здесь штуки. Дизайнер простой, смертный, ну все мы, но он будет решать просто вот как здесь реструктурировать что-то, как здесь украсить что-то, как придумать, чтобы это было интересней. Человек, скажем, с толковым подходом, то, о чем мы сегодняшний вечер все говорим с коллегами, это человек, который будет думать, почему выделяется здесь этот баннер, зачем он там, почему первый блок – это отследить посылку. Почему? Потому что, оказывается, 80% людей заходит только ради этого. А почему вот выклад курьера последнее, а не второе? Потому что больше людей хотят узнать стоимость. Вот это все, о чем я говорю. Я просто хочу направить мысли людей, которые будут заниматься персонально-дизайнером и подвести к тому, что один из самых главных моментов в дизайне – это задавать вопросы и разбираться, почему так, а почему не так. А как человек будет решать свою проблему, а как он не будет решать свою проблему. И в зависимости от этого вы должны принимать для себя, даже не для себя, в зависимости от этого вы должны проектировать, вы должны дизайнить, вы должны думать о том, что происходит. И вот мы, к примеру, говорили об аналитике, да, там был слайд, почему аналитика. Вы через любую систему аналитики, либо тепловую карту, либо любые сервисы можно использовать, их немного, но есть хорошие. И, к примеру, вы можете прийти к тому, что вот этот блок с новостями, он вообще никому не нужен. Вам клиент говорит о том, что это репутационный блок, а на самом деле он вообще никому не нужен. Вы даже туда никто не смотрит. И, по сути, всю эту страничку можно было просто сделать, отследить номер на кноре, просто придумать, чтобы не вводить там 40 цифр, а ввести 3, например, да, либо 5. Вот это уже будет настолько толковое, насколько вызов для дизайнера это все придумать, нежели просто переоформить новости, добавить картинку. Ну, там слайдеры еще странные, на самом деле, горизонтальные, но вертикальные. Это, конечно, интересно, но вот это один из таких ключевых моментов, которые хочется всем рассказать, поделиться, чтобы все были в курсе. Вот это просто самый сумасшедший слайд. Ребята, просто вот это самый жир для дизайнера. Тут же сколько можно всего придумать. Вот я не знаю, вот тут… Вот просто кайф. Вот реально здесь все есть. Здесь есть выберите рубрику. Здесь есть реклама 1, реклама 2. Здесь есть вот поиск, валюта, частная, бизнес, для мальчиков, детский мир, хлебные крошки, цена, фильтрация, бесплатная доставка. Еще когда первый раз открываешь, это высвечивается очень большим слайдером, и еще подсвечивается детская одежда, и вот подать объявление, и найти, и мой профиль. В общем, вот. Классный пример. К чему это? Опять же такие сравнения. Дизайнер, там новичок, не знаю, либо дизайнер, который просто хочет визуализацию какую-то сделать. Что он сделает? Он возьмет все эти блоки, даст фон, даст контраст, даст новый шрифт, поставит, скажет акцент продажа детская между бизнесом, не важно, сейчас запилим, уберем, будет кайф. Это один метод. Я же призываю и советую вам идти другим путем и, опять же таки, разбираться в том, зачем каждый блок здесь, почему поиск, почему искать заголовки в описании. За каждой функцией, которую вы видите на экране, стоит бизнес-процесс. Абсолютно за каждой. Валюта, гривны, евро, доллары. Сортировка, список, вот расстояние, район. За 0 километров к Киеву либо 10. Язык либо мова. Вот топ объявления, либо не топ. Вот этот баннер даже. Он приносит деньги бизнесу. Каждая штука, ее нужно обдумывать, задавать вопросы, разбирать и только с этим работать. Вот. Фух, есть. Поехали. Процессы. Так, давайте с разбором решили, разобрали. Несколько таких задачек. Что происходит? Надеюсь, вы на одной волне с тем, что нужно разбираться и думать и мыслить. Несколько слов о процессах. Пробегусь не длинно. Если у меня не забрали пульт управления. Есть. Базовые важные процессы, которые должны пройти и в аутсорс, и в продуктовые компании, могут изменяться, могут не изменяться. Это все зависит по ситуации. Но просто вы должны научиться с этим работать. Первое. Это анализировать информацию вводную и делать реально погружение в продукт. Второе. Это научиться работать с юзер-стори, даже составлять и не только бизнес-аналитику это отдавать. Есть. Вайфреймить абсолютно все. Вот честно, все. Вот я стараюсь вот своей компании вообще не принимать ни одного решения о дизайнере, пока он не сделает вайфрейм. Неважно, low-high, он должен отнестись к тому, что есть проблема, есть задача, ее нужно решить. А то каким это образом будет выглядеть дальше в цвете, либо не будет, это уже отдельная история. Да, сейчас расскажу. Тестим. Что дальше? Дальше. Мудборд и visual. Этот процесс может повторяться. Дальше. Мудборд и visual. Только на этом этапе. Что дальше? У нас есть готовый диск. Его можно отдать кодить. Опять же таки, я так обобщенно. Да, это итерация, вот которая опять слайдовала, но может пройти три месяца на самом деле. Либо там полгода. А можно еще раз тестик сделать. То есть одна из важных деталей, которые вы должны пройти. Да, абсолютно верно. Теперь можем кодить и запускать решение. После этого еще раз тест, и это до бесконечности. Еще разок. Есть user story, есть проблема, есть погружение в продукт, есть понимание, зачем, куда и как это будет работать. Это проходит итерации, и потом уже получается какое-то решение. У меня некоторые дизайнеры спрашивают, зачем вот этот этап нам проще в диджитале. Вот реально за последний месяц человек может 10 заказал это. Не студентов нет, это просто уже состоявшиеся дизайнеры. Фишка здесь очень простая. Вы развиваете свой навык мышления, и вы экономите время. К примеру, вам могут поставить задачу, не знаю, перепроектировать эту комнату. Вот возьмем с точки зрения UX, какая-то комната должна быть удобная. Представьте, что вы сразу же начали это проектировать в каком-то 3D-шном сервисе, либо автокаде. Сколько бы времени у вас это ушло? Если вы возьмете просто листик и ручку и померите, сколько здесь состояния, а какие вообще ожидания от этой комнаты, а как она должна быть спроектирована, чтобы в ней было удобно выступать, а где будет висеть проектор, а сколько будет места для выступления, а сколько будет сидящих мест. Когда вы это разберете и просто на листочке бумаги это все спроектируете, вы там за несколько часов уже будете иметь какое-то понимание, экспертное мнение, а что вообще должно здесь происходить. Это такой небольшой топик, на который важно обратить внимание. Да. Да. А почему это? Просто есть такая штука, она смешает на себя не только про интерфейс, Абсолютно верно. То есть это в зависимости от сложности продукта и зависимости от того, какая роль дизайнера в продукте. Потому что у нас очень часто получается, что как бы продуктованер на стороне, ну как бы со стороны клиента, и мы больше… Ну вот, в общем, это в зависимости от процесса и в зависимости от проекта, над которым мы работаем. Но то, о чем ты говоришь, это здравая тема, с ней нужно работать, и она очень важна. То есть я ее просто не пытаюсь туда всунуть, чтобы, ребят, не загрузить. Несколько слов об организации процессов. Просто такие вещи, банальные, но простые, на которые стоит обратить внимание. Это то, что вот я бы дал бы каждому, чтобы каждый почитал. Первое – это хади циклы, второе – это терминология, и третье – это определенный фреймворк. Вот найдите минутку, там, завтра, не знаю, на неделе. Просто почитайте, что такое хади цикл, что такое показатели конверсии, что такое LTV, и почитайте, что такое скрам методология. Вот эти три штуки, они очень хорошо становятся на любой продукт. Они позволяют быстро расти, они позволяют анализировать то, что происходит. В самом деле данных может быть больше, но это как бы такие базисные ключевые, с которыми стоит познакомиться. Так, есть. И теперь тема с кейсами. Я говорил сначала, у меня есть продукт, который мы открыли 7 лет назад. Это Nguide.ua. На самом деле открыли просто каталог, хотели что-то типа Lingua.lea создать, потом подумали, что давайте что-то с простого начнем. Начали с курсов. То есть это агрегатор курса английского языка, где человек сейчас сможет записаться на бесплатный пробный урок. Продукт – отдельная команда. И я сейчас отвечаю за развитие его. И я хотел с вами поделиться буквально три простых кейса, которые случились с нами за последних пять месяцев. Да, вот буквально там три штучки будет. Которые помогут вам понять, что вообще происходит внутри. Итак. Это каталог. В нем есть фильтрация, в нем есть карта, в нем есть вьюха события. Это на сайте. Есть блок, который говорит что-то о школе. Благотепчик, название, верификация, бесплатный пробный урок, рейтинг, отзывов и какая-то информация о школе. Это вьюхи лет, наверное, семь. Вот реально. Мы ее не извиняли, потому что было время на тестинг, то не было время на тестинг. Но что мы подумали? Мы сделали систему программ для того, чтобы каждая школа могла понять, какие реальные у них наборы на разные уровни. И решили, если же у нас есть программа, у нас есть сводка со 150 школ в админке, где они отмечают реальные наборы, и наборы, тип обучения, вечерние группы с разными уровнями, давайте немножко усложним и человеку сразу же расскажем. Смотри, друг, на поздняках вечерней группы 19.00 идет набор, вот выбирай группу, записывай все. И вокзальная. Мы же на радость, сколько функционал отпилили, сколько думали, как это все сделать. Там были разные итерации с плашками, не с плашками, с акцентами. В общем, запустили эту штуку, ничего больше на сайте специально не меняли, чтобы просто протестировать. Если говорить там вообще о трафике, также ничего, никакие рекламные кампании ничего не запускали спецом, чтобы эту органику протестить, посмотреть, что у нас получилось. Bounce rate вырос, количество кликов на название школы уменьшилось в разы. То есть мы с благим намерением пошли на то, что вот давайте больше информации, а на выходе люди все меньше и меньше начали пересматривать устранение, они просто начали ее закрывать. Вот у них эта штука так загрузила, что они… Вот сейчас у нас там в одном из спринтей стоит задача в эклоге, чтобы эту штуку вообще все поубирать, потому что она начала просто грузить, и она не сработала. В продукт-дизайне вы должны нацелиться на то, что любую идею вам нужно провести от идеи до запуска, тестинга и реализации, и потом понять, блин, на бизнес вот эта штука повлияла, мы недозаработали. Вот реально. Вторая тема. У меня тут просто оттенки в серого нет, на самом деле там немножко другой серый цвет на фоне, но суть какая. Есть главная страничка школы. Мы пошли тестингово, какие данные показывать, когда человек знакомится со страничкой. Он опять же таки читает какую-то обобщенную информацию, мы говорим об условиях обучения и призываем человека записаться на бесплатное пробное занятие. Кстати, как там видно? Ой, у вас все белое. В общем, там не белое, но серое, там акцентики ставили, все нормально, но у вас оно белое. Дальше мы решили ничего не… Ой, я уже сразу показатель. Ну ладно. В общем, добавили просто фотогалерею, просто фотогалерею, больше ничего, просто фотки. На 30% время просмотра странички выросло и на 0,1% вырос CTR. Для нас это 0,1% на самом деле небольшой показатель, потому что с этих страниц у нас 2,7% текущий. И на 0,1% даже вот с этой интерпретацией, это если посчитать в деньгах, не скажу вам точно, насколько мы там баксов увеличили оборот, но мы его увеличили. Одним простым изменением. И фишка продукт-дизайнера, это и вообще дизайнера на самом деле, ну давайте продукт-дизайнера, об этом думать, это считать, об этом заботиться. И понимать, как это влияет реально на бизнес. На страничке вот этой же школы внизу у нас есть отзывы. За ними есть плашка. Популярные школы с бесплатным пробным уроком. Здесь немного на самом деле хаотично. С этими адресами мы тестили, их поубирали, вообще просто выбрать группу. Были немножко и другие названия на эту тему. Но то, что нас в первую очередь беспокоило, это что будет, если мы будем этот блок оставлять только внизу. И что будет, если мы на тех страничках, в которых нет бесплатного пробного урока в школу, то есть еще не заключили партнерство, будем этим мигать всем юзеру. Вот он скроллит, а его за это плашка его догоняет постоянно. Говорит, вот друг, давай посмотри еще в пушки. И bounce rate вырос, количество кликов на сам блок уменьшилось больше, нежели половину, на 60%. Вот просто вот мы думали с какими-то намерениями, что это поможет, сейчас там люди начнут переходить. Нифига, это людей просто надоело им, и они с этим не работали. Но противовес этому, я помню, два года назад Иван Портной из пром.ua рассказывал свои кейсы о том, что вот эта бегущая фигня только с правой стороны, которая у них на оформить заказ, увеличила на 30% конверсии. То есть все по-разному может работать. Нужно просто тестировать. Еще одна штука очень классная, и я ей горжусь. Мы всегда размещали раньше телефонный школ. Вот прямо возле контактов мы говорим, что есть такой-то адрес, вот есть телефон, и посмотрите. Для себя мы просто делали аналитику, сколько человек нажмет, чтобы потом понимать, что, блин, в день нажимает полторы тысячи людей на показательный номер, либо даже две. А как мы на этом можем заработать, либо не можем заработать, и ты начинаешь об этом всем брейнштормить, придумывать. Ну а мы сделали интересную штуку. Ой, там опять уже показатели. Ладно, мы убрали все телефоны и сказали человеку, выбирай группу. И вот CTR на страничке вырос, там не 0,4, 0,9, там больше двух. В общем, он вырос на 50, не на 50%, он на 0,5 показателей, он вырос. Просто убрав телефоны и предложив человеку записаться, ой, записаться и выбрать группу выше. Простой кейс, простая ситуация. В дизайне изменился один блок. Один. Убрали телефон, поставили кнопку. Все. Бизнес от этого вырос. Вот реально. И это здорово. Вот об этом нужно думать, продукт-дизайнеру, и об этом заботиться. Четыре простых ссылки, которые советую почитать. И всем спасибо и до встречи. Если есть вопросы, можем поговорить. Кстати, вы знаете, что в Facebook можно URL-ки менять? Вот я себе поставил. О, let's create. Так круто. Да, можно? Блин, вот это мой user experience. Что-то FB, он небольшой. Да, конечно. Вопросы? Нет. Супер, ребят. Значит, все на самом деле круто. Блин, не круто. Ну ладно, скажи. Если дизайнер будет задумываться очень сильно на бизнесе, то потеряется концепция красивой картинки. А можешь, пожалуйста, повторить? Я не до конца понял. Будет ли, если дизайнер будет задумываться чисто о бизнесе, потеряется вот эта красивая картинка? Она будет выглядеть хорошо для бизнеса, но будет уже тот момент, когда будет смотреться уже плохо. Должна быть грань. У нас был там слайд T-shaped person. Когда у тебя есть какой-то базис, в котором ты разбираешься. Вот ты разбираешься в дизайне, и ты прикручиваешь себе еще другие области, в которых ты можешь подумать. Ну, в которых ты можешь разобраться и придумать, как это все вместе скомпоновать и выдать результат. Поэтому я думаю, что с этим проблем не будет. Тут самое главное, от человека зависит. Не должно быть проблем. Да, поехали. Хочу дополнить. Вот предыдущий вопрос. Вот есть Booking.com и Airbnb. Они выполняют, в принципе, одну и ту же серию работы. Они конкуренты. Но Booking.com выглядит, как будто он, знаете, design by committee. То есть когда все вмешались в дизайн, и получилось то, что получилась такая вот мозаика. То есть вопрос в следующем. Что настолько же важны вот эти, скажем так, молиться на показателе, показатели, а сколько еще влияет само впечатление, сама атмосфера, с которой создан продукт? То есть все ли так прям зависит только на показателях? Нет, нет, не зависит. Но оно зависит, извиняюсь, что перебил. И другой вопрос, что вы говорите, что вот было до и стало после. Как вы, собственно говоря, нашли решение? Допустим, редизайн какого-то блока. То есть на чем вы основывались? Только ли на показателях? Вот этот момент хотелось бы выяснить. Понял. А если говорить о букинге, насколько мне известно, там до какого-то момента интерфейсом занимались программисты, там вообще дизайнера не было. И сейчас так же, да? Ну вот. То есть в букинге работают программисты. Но нельзя так сказать, что там программисты, в любом случае там есть целые команды, которые развивают и думают о конверсиях. Но я думаю, что есть продукты, где дизайн играет, работает по-другому. Потому что дизайн – это на самом деле коммуникация. Если просто, это то, как вы общаетесь. Это слово. И букинг с вами шедеврально общается. Вы посмотрите на любой блок, он скажет, только сегодня есть спецпредложение, от которого ты не можешь отказаться. И так далее и тому подобное. То есть на самом деле вся сущность дизайна – это уметь передавать… Вот давай так, простая тема. Мы иногда на собеседованиях просим человека продать не дизайн, а продать саму мысль, что он хочет этим дизайном показать. То есть он должен передать контент, он должен суть передать, он должен это слово передать. И букинг с этим очень хорошо справляется. В Airbnb стратегия другая. Они как бы вообще о вижуале, они не просто о вижуале. Они фильтрают, не знаю, сколько итераций они тестили. Там у них каждые полгода меняется система фильтрации. В общем, я думаю, что это может работать и так, и так. Все зависит от ценности продукта и боли, которую решает сам продукт. Если букинг решает хорошо свою боль, то там можно как бы не париться. Вторая тема. Как мы пришли к этому? Рынок постоянно меняется. У тебя появляются конкуренты. Ты начинаешь задумываться… То есть мы работаем просто не только в Украине. Мы сейчас открыли еще в трех странах сервис и планируем к десяти странам выйти через полтора года. И на нескольких рынках у нас есть серьезные конкуренты. И ты просто понимаешь, что тебе, чтобы дальше развиваться, нужно придумывать новые фишки для того, чтобы выделяться, для того, чтобы тебя люди запомнили, для того, чтобы заработать. И ты с этим работаешь, оно просто в команде, в бриджторме приходит к тому, что «а что если?». Там был слайд про гипотезы, кстати, и их циклы. Ну а что если? А что если так? А что если так? А если попробуем? А если придумаем? То есть в этом соль. Еще один вопрос с подвохом небольшим. У нас сейчас много в Украине продукт-дизайнеров вообще, которые смотрят, что было после мобила Гидона. Вот Google свое село прикрутил, что mobile first approach, все дела. И сейчас на село очень сильно влияет непосредственно доступность решения на целевых мобильных устройствах. Да. И accessibility вообще доступность продукта разным людям с расстройствами слуха, зрения и тому подобное. У нас много вообще в Украине продукт-менеджеров, которые сейчас как-либо… Да и вообще дизайнеров, которые на это обращают внимание. Да, могу ответить легко. Но если говорить о продукт-дизайнерах, которых я знаю, я их начну пиарить сейчас на стрим. Нет, ну много. Просто я лично, вот вы показали слайды, я не видел ни одного продукта, который бы был более-менее оптимизирован. Я… Окей, тогда буду пиарить. Денис, прости. В общем, есть Loon.ua, есть Денис Судилковский. Ну, один из моих первых ордеров, который я люблю и уважаю. Они в этом плане делают сумасшедшие крутые штуки. Они в плане продукт-дизайна очень серьезно работают. И там есть чему поучиться, есть какой-то опыт для себя взять. Если говорить о мобайле, тут уже вопрос бизнеса. Уже мобайл, аналитика начала диктовать бизнесу, что это нужно. Очень просто. Взять InGuide.ua. Целевая у нас уже сейчас 48% это мобильные телефоны. 48%. При том, что целевая, если учесть, мы очень много с портретом и целевой работали. Это не студенты, это не люди, которые… То есть у нас там самый главный показатель – это работающие люди, даже не премиум сегменты, которые просто не успевают выбрать курсы, полагаются на какие-то мнения и так далее и тому подобное. Вот. В мире уже там за 70% выходит. И есть еще несколько продуктов, которые мы в рамках RaidMate работаем. Они также сервисные миллионники в Украине. Там ситуация та же самая. То есть уже бизнес говорит о том, что все, надо думать о мобайле. Я откровенно скажу, мы еще не приспособились. Я не горжусь нашей мобильной версией. Прямо если взять на InGuide, там не идеальная мобильная версия. Потому что просто даже к этому руки еще не дошли, чтобы ее сделать. Но обязательно дойдем. Добрый вечер. Можно, да? Вот, привет. Молодой человек первый задавал вопрос. Вы говорили о том, что должна быть грань обязательно между действиями продакт-дизайнера и красивой картинкой. Вы не считаете, что на новой почте реально получился зашквар от продакт-дизайнера? Потому что красивая картинка там вообще… Ну, давайте разберем, я не знаю. Ну, как бы там ее нет, там ее нет вообще. Там ее нет вообще. То есть это вот… Ну, это да, я позавчера делал скриншот. Но они еще не задумывались. Может они апдейт скоро сделают. То есть есть много сервисов, кстати, которые сейчас в процессе в Украине, насколько я знаю по информации. Вот мне даже кажется, что вот эту штуку скоро апдейтнут. Я поняла. Вот, поэтому… Потому что мне кажется, тут исключительно продакт-дизайнер. Да, ну… Работал в данном случае. А, то есть вот эта грань, что продакт-дизайнер… Да, что… Ребята, нет, тут нужно баланс держать. Грань как раз, что вот уже просто… Нет, я думаю, что нет, потому что я бы как бы задал бы вопрос, а зачем новости? Мне почему, скажем, личного опыта новости на такого рода сервисах, они как бы очень плохо работают. И вот по всем продуктам, которые мы имели доступ к аналитике, мы их либо уберем… То есть я не знаю, вот как там в них внутри, но… Я скорее о том… Грань нужно сохранять в любом случае. Я скорее о том, что тут акцент на всем. Просто акцент на всем. Вы знаете, вот мне понравилось… Я сейчас книгу читаю там о менеджменте, там очень интересную штуку рассказывали о том, что сейчас в современном мире мы привыкли говорить о том, что есть приоритеты, но сам корень и значение слова – это приоритет, он может быть только один. И вот тут просто поработали, ну, много приоритетов, да, и нужно на чем-то одном сфокусироваться. Но как бы… Опять же такие цифры также могут влиять. Ты можешь предложить, что вот давай только один блок, а тебе бизнес скажет, извини, но у нас завтра 2 миллиона баксов в месяц, вот так спишется. И что ты будешь делать? Ты ничего не скажешь. Ты скажешь, блин, ну да, новости оставим. Вот и все. Окей, спасибо. Пожалуйста. Да. Что у нас отбывается из мошен-дизайна? За спиной он популярный? Чисто он начинает его активно выкручиваться на веб-дизайну? Я к мошену, честно, имею очень косвенное отношение. В моем системе координат есть два параметра. Красивая картинка, которую заанимировали, и есть мошен, который прикрепляет взаимодействие, создает какую-то эмоцию. Вот второй пункт мне более интереснее, и мы стараемся с ним работать. Он на самом деле не развит на рынке. Ну, то, что я знаю, очень мало продукта, очень качественно с этим работает. Но тут есть, опять же таки, грань. Когда ты создаешь какую-то функцию, вот кнопку ставишь, она должна какую-то выполнять задачу, она должна какую-то боль покрывать. И вот эта анимация, она должна создавать правильную эмоцию. То есть это нужно, это непросто. То есть с этим нужно работать. Да, ребят, всем спасибо. До свидания. Да, у меня все. Спасибо.